Медали областного школьного турнира Кэсбаскет из года в год достаются командам из Клявлина, Хрящевки и Рощинского, как среди девушек, так и среди юношей. И на этот раз чудо не произошло. В первом финале золото получила команда Ольга Ика из Клявлина. Юные спортсменки не оставили шансов Ники из Хрящевки. Итоговый счет 53-36. А вот хрящевские юноши сумели реабилитироваться за своих одноклассниц. В финале они потушили рощинскую звезду. Игра завершилась со счетом 86-54. Мне очень понравилось, как ребята сыграли сегодня. Они были в ударе, видели площадку. И, можно сказать, про свою игру я доволен своим результатом. Это первая моя самая хорошая игра на финале. В Самарской области чемпионат школьной баскетбольной лиги Кэсбаскет проходит 11 сезон. За награды и путевки в финал по Волжье в этом году боролись более 500 команд. В том году в Тольятти мы проводили суперфенал. Суперфенал лиги Кэс. Где в ладо-арене собралось огромное количество зрителей. Команды, почетные гости, матч звезд. Это, конечно, дало сильный толчок по увеличению команд в этом году. Рекорд побит. Идем за новым рекордом. Победители областных соревнований поздравили почетные гости. Среди них и замминистра спорта региона Андрей Харин. И самая титулованная воспитанница самарского баскетбола, чемпионка Европы, призер чемпионатов мира и Олимпиады Ольга Артешина. Призы лучшим игрокам вручали профессионалы женской команды баскет-клуба Самара. Это такое хорошее действие, которое будет примером для систематическим занятий физической культуры и спорта. Тем более, что задачи были поставлены в рамках национального проекта, демографии, региональной составляющей спорт, норма жизни. У нас есть задача, поставленная президентом Российской Федерации, развивать школьный спорт в целом. И один из видов школьного спорта – это как раз баскетбол. Количество занимающихся у нас достаточно большое. Если общее количество занимающихся взять, это 34 тысячи, больше 34 тысячи. Чемпионов Самарского регионального этапа среди юношей ждут в финале в Нижнем Новгороде, а девушек – в Ульяновске. Затем в апреле лучшие из лучших примут участие в суперфинале, который пройдет в Кирове. Там главный приз – билеты на финал четырех баскетбольной Евролиги. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Константин Головин.